В эфире программа ДПС на УТС. В студии работает Ксения Корзун. Здравствуйте. Смотрите сегодня. На скорости и без тормозов два трамвая столкнулись в Новосибирске. Пошли на мировую. Пешеход и водитель не стали афишировать ДТП. Нетрезвый и за рулем чужой иномарки. Гореугонщика задержали. В эфире программа ДПС. Травмы и чудовищные повреждения трамвая уже пообщалась с дознавателем полиции. Женщина уверяет, сделала все возможное, однако не смогла предотвратить случившееся. У состава отказала тормозная система. В районе дома 40 по улице Сибирито в Гвардейце произошло дорожно-транспортное происшествие столкновения двух трамваев, которые двигались в походном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия 15 человек было доставлено в лечебное учреждение. Карактер полученных травм уточняется. По информации Минздрава региона на сегодняшнее утро после аварии к врачам обратились 17 человек. Многим уже оказана квалифицированная помощь и они будут проходить лечение амбулаторно. А вот состояние троих пациентов вызвало опасения. Пострадавших госпитализировали. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Инцидентом заинтересовались не только в надзорном ведомстве, но и в следственном комитете. Перед прокурором города инициирован вопрос о передаче материалов проверки по факту дорожно-транспортного происшествия из органов внутренних дел производства следственных органов регионального следственного управления. По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение. Вопросов, что же произошло на самом деле, масса. В соцсетях идет бурное обсуждение случившегося. Народные эксперты виновным назначили хозяина некого ленд-крузера, который внезапно выскочил на рельсы для разворота. Водитель второго трамвая резко затормозила, но произошел сбой, и ее состав, набирая скорость, догнал другой попутный транспорт. Однако, по заверению полицейских, в ДТП участвовали только трамваи. Первый вагон зацепил еще Хонду, стоявшую на светофоре, но повреждения машины не критические. Этот момент, кстати, попал на видео с уличных камер наблюдения. Большая часть пассажиров самостоятельно покинули искореженный вагон. Все они были из первого трамвая. Второй пустым направлялся в депо. Там же, в левобережье Новосибирска, на Ани Мировича Данченко, произошло еще одно ДТП. Скорая стоит. Здесь непонятно, что произошло. Этот инцидент попал в оперативную сводку происшествий. 40-летний автолюбитель на «Инфинити», который разворачивался в обратном направлении и, судя по всему, подзабыл пропустить встречный поток, врезался в «Ниссан Максима» под управлением пенсионера. В результате ДТП оба водителя попали в больницу. А всего за минувшие сутки в Новосибирской области было зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий. 9 человек получили различные травмы. В Маслянском районе под колеса Лады угодили две девочки-школьницы, которые шли через дорогу по зебре. Произошло это ранним утром на нерегулируемом переходе. По какой причине водитель проигнорировал правила, выясняют инспекторы ГИБДД. Пострадавшим по 11 лет. А вот новосибирский автолюбитель стал свидетелем другого наезда на человека. Регистратор, установленный в его машине, снял инцидент и его развязку. Забудка, твой любимый цветок, воздушный поцелуй, станет самым горьким. Ты любишь говорить, что я тебя не люблю, что любить могут ах... Ты быстрый. Не забудка, твой любимый цветок, воздушный поцелуй, станет самым горьким. Все случилось при повороте на улицу Адриена Лежена в Держинском районе Новосибирска. Участники происшествия – водитель Хонда ЦРВ и молодая девушка-пешеход. Со слов очевидца, они поговорили некоторое время и потом разошлись. Тем не менее, автор ролика решил придать инцидент огласке. Этим утром под колеса машины попал еще один несовершеннолетний. Со слов очевидцев, ребенок решил сократить путь, торопился в школу и побежал через дорогу в неположенном месте. Хотя официальный переход на улицу Титова находился в нескольких метрах. В темноте водитель Хонды не сразу заметил маленького нарушителя и аварии избежать не удалось. Ребенка забрала бригада скорой. Автолюбители отмечают, что на данном участке подобные случаи – не редкость. В центральном районе Новосибирска полицейские раскрыли угон. Владелец Хонды припарковал машину у дома по улице Советской и оставил ключи в замке зажигания. Этим воспользовался 19-летний парень, житель поселка Маслянино. Ориентировку на пропавшую иномарку получили все наружные патрули ДПС. Похоже, по приметам автомобиль остановили на улице Писарева. За рулем сидел нетрезвый юноша без документов. Оказалось, молодой человек гулял в увесительном заведении, когда вышел из клуба, заметил солярис с заведенным двигателем. Водителя рядом не было. Вот он сел и уехал. Гореугонщика арестовали пока на 10 суток идет следствие. В отношении молодого человека был составлен административный протокол по статье 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Также по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Проводится дальнейшее расследование. И последнее. В левобережье мегаполиса во время движения вспыхнула иномарка. Из-за инцидента образовался затор в районе площади Труда. Транспорт пришлось остановить, чтобы к месту ЧП подъехали пожарные машины. Ждем доблестных пожарных. Все случилось неизвестно. Движение остановили. Выезд на энергетика состанционной. Простояли в пробке автолюбители относительно недолго. Пока пожарные сбивали открытый огонь, сотрудники полиции регулировали движение. Машина практически уничтожена. С места происшествия ее забирал эвакуатор. А вот загорелась она, скорее всего, из-за автоодеяла. Причина пока предварительная. Результат в экспертизе еще нет. Обошлось без пострадавших. На этом у меня пока все. Если вы стали очевидцем аварии или нарушения, присылайте видеозаписи на почту программы. В студии работала Ксения Корзун. Соблюдайте ПДД и берегите себя. До встречи в эфире ОТС. Субтитры создавал DimaTorzok